В студии Евгения Таровская. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите в выпуске. С крышей! Задыхалась и не могла говорить. И вот Светлана Алексеевна меня прям так по родственному обняла. Как бы была не только юридическая помощь, грандиозная была проведена самая работа, психологическая. Кто теперь помогает в крае многодетным родителям, столкнувшимся с бедой? Износилось? И вышли наши предприятия такими по свободности смотреть с 61% уровня 19 всего оборудования. В каких районах региона самые высокие долги за уголь и электричество? Гол! Были эмоции вообще, когда мы проигрывали и как-то старались отыграться. Меня просто бомбило. Поедут ли воспитанники детских домов края на финал в Сочи? Полтора дополнительных миллиарда рублей планируется направить на индексацию зарплат. Это одно из предложений, прозвучавших сегодня во время ежегодного отчета губернатора края Виктора Томенко. Напомним, это первый такого рода экзамен для губернатора в должности руководителя региона. Он подводит итоги работы исполнительной власти за минувший год. Традиционное мероприятие, но Томенко пришлось держать слово и за весь 2018 год, то есть работу своего предшественника Александра Карлина. Речь в частности идет о поддержке сельского хозяйства, развитии социальных и других сфер. Одно из уже прозвучавших предложений – индексировать зарплату муниципальным служащим на 15%. Наша съемочная группа работает на отчете. Смотрите сюжет в вечернем выпуске в 19.30. Безусловно, речь во время отчета шла и о поддержке сферы ЖКХ. Миллиарда рублей не хватает краю для полного ремонта теплосетей. Накануне в Барнауле подводили итоги прошедшей зимы. По мнению властей, на развитие коммунального хозяйства выделяют недостаточно денег. В идеале, чтобы закрыть все проблемы, нужно 2 миллиарда, отметил министр ЖКХ Иван Гилев. Ну хотя в целом прошедший отопительный сезон он оценил как спокойный. Анастасия Дороган продолжит тему. Считать долги и расходы первым начал губернатор Виктор Томенко. Обрисовал масштаб коммунального хозяйства региона, почти по 2000 котельных водокачек, 1000 километров тепло- и водосетей и подытожил. Получили 600 миллионов убытков и вышли наши предприятия с 63% уровня износа всего оборудования, всего комплекса. А еще миллионы долгов ресурсовикам. Так, начальник управления по ЖКХ Краевого минстроя Андрей Голубцов лично обвинил главу муниципалитета в зале в странном ведении хозяйств. Пояснил, районы получают от края субсидии для оплаты долгов по углю и газу, а муниципалитетам остается заплатить за электричество. Если у нас по погашению задолженности до газовой выплат какие-то есть результаты и какие-то перспективы, мы видим, как это все происходит. К сожалению, по задолженности по электроэнергии, некоторые муниципальные образования, такие как Шапуновский район, нарастили дебиторскую задолженность за год на 22%, А между тем, бесперебойное электричество должно быть у районов к 1 августа для опрессовки. Не будет ее, сорвется начало топительного сезона. Или его середина, как в случае со Змеиногорском. В начале года там произошло несколько аварий с отключением тепла. 200 миллионов рублей реконструкция была проведена в Змеиногорске. Все порывы, которые были осенью при запуске, это были порывы на старых сетях. Мы считаем, что то, что было сделано, может быть, чуточку поздно, но это было сделано правильно. И это хороший пример для всех остальных муниципалитетов в части способа реконструкции сетей, где у нас вместе с повышением надежности улучшается еще экономическая эффективность работы комплекса. К новому отопительному сезону Край выделит 500 миллионов для обновления тепло- и водопроводных сетей. На эти деньги планируют построить 16 котельных в районах региона, а еще пробурить 70 скважин. Но, по словам Андрея Голубцова, одно дело пробурить, а другое подключить к системе. И, по его данным, 14 районов Края этого так и не сделали. Анастасия Драган, Николай Шилко. День с толком. А в следующей истории нашлись специалисты, готовые работать практически без вознаграждения. Многодетным семьям Края теперь оказывают бесплатную юридическую помощь. Проект Крайовой общественной организации «Много деток хорошо» стал победителем Всероссийского конкурса и получил президентский грант. Как получить помощь темы, почему этот проект возник, расскажет Елена Кузовкина. Кто со мной строит дом? Я. Вперед! Сейчас у Натальи есть дом, настоящий, не из кубиков. А несколько лет назад за собственную крышу над головой женщине пришлось бороться. Трагедия случилась в 2014 году. Тогда многодетная семья Кузовлевых жила в Бийске. С помощью материнского капитала купили квартиру, сделали ремонт, готовились к рождению пятого ребенка. Но возвращаться из роддома с младенцем на руках Наталье оказалось некуда. Паводковые воды затопили и полностью разрушили жилье. И эта беда не пришла одна. Ударом для женщины стала новость о гибели любимого мужа, отца детей. Его ограбили и убили. Когда вот начинаешь объяснять это, сейчас я более-менее как бы успокоилась, уже все равно еще теребит, тяжело это все вспоминать, тяжело и страшно. А тогда я совсем не могла говорить без слез, без истерик. Я только начинала что-то объяснять, у меня слезы градом, я задыхалась и не могла говорить. И вот Светлана Алексеевна меня прям так по родственному обняла. Как бы была не только юридическая помощь, грандиозная была проведена со мной работа, психологическая. Светлана Алексеевна, это председатель краевой общественной организации «Много деток хорошо». Именно к ней, оббивая пороги несправедливости и коррупции, добралась доведенная до отчаяния Наталья. Уже тогда в нашем крае отдельным категориям граждан предоставляли бесплатную помощь юристам. Но далеко не все специалисты соглашались на такую работу, поскольку денежная компенсация, предусмотренная государством, совсем небольшая. В зависимости от сложности дела юрист может взять за свои услуги и 10, и даже 100 тысяч рублей. Для многодетных семей эти суммы не подъемные, а проблемы были и есть. Юридические услуги, они не дешевые? Ну, фонд президентских грантов нам на сегодняшний день оплачивает юристов. И канцелярские расходы, и все наши поездки, и командировки. Мы составляем бюджет. Этот бюджет утверждается фондом. И нас финансирует полностью фонд президентских грантов. Благодаря президентскому гранту в шести городах края удалось открыть приемные правовой неотложки. Министерство социальной защиты помогает с помещениями, ищет специалистов. Только в Барнауле на бесплатный прием к юристу в день приходит до шести человек. Могли бы принять и больше, но вопросы сложные, и решать их приходится долго. Самые частые вопросы, к сожалению, это взыскание алиментов, разводы, разделы имущества. К сожалению, это самое основное такое обращение. Очень часто обращаются за оформлением права собственности на земельные участки, на недвижимость, на реализацию средств материнских капиталов. Проект краевой общественной организации стал победителем Всероссийского конкурса социально значимых инициатив. Награждение состоится в середине мая в Уфе. К слову, сейчас в Алтайском крае проживает более 28 тысяч многодетных семей, и практически каждой из них необходима в том числе юридическая помощь. Наталья Кузовлева ее уже получила. Затопленную квартиру в Бийске признали аварийной и предоставили новое жилье. Многодетная семья переехала в Барнаул. Здесь женщина встретила мужчину, который подарил веру в будущее и помог прийти в себя от прошлого. А на вопрос, планируете ли вы еще детей, Наталья скромно ответила, как Бог даст. Ведь много деток хорошо. Елена Кузовкина, Александр Антропов. День с толком. А дети-сироты получили возможность пройти в турнир Сибирского федерального округа по футболу. Барнаул впервые принял сибирский этап всероссийских соревнований среди команд детских домов. Это самый масштабный подобный проект в России. За право продвинуться на новый уровень боролись 30 алтайских команд. В итоге прошло только две. Кто одержал победу и отправится на финал в Сочи, расскажет Ирина Корчагина. Не надо, понимаешь, что... Давай, ну, помешай! Ты сюда, уходи! Егер, голова! Еще раз! И на себя потяни игру немного! Встречай игрока! Ну! Вот ты с ним! Вот ты с ним! Сел на него! И это только эмоции на сибирском этапе соревнований. На Барнаульском поле встретились 15 команд из 8 регионов России, которые прошли отбор у себя дома. Алтайский край в младшей группе представляет команда Бийского интерната номер 3 в старшие игроки Каменского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Ему здесь, они в центре внимания, им очень нравится, они играют в футбол, а футбол это все-таки спорт номер один, поэтому... К тому же они могут выиграть в ту же поездку в Сочи, посмотреть, наверное, не все в данном возрасте они могут в этом жизни, они могут съездить, но пока для них это шанс выбиться вперед и, возможно, кто-то футбольную карьеру сможет даже продолжить, если здесь засветится. Еще до начала финальной игры на поле определились два фаворита – кемеровчане и красноярцы. Алтайским командам в этот раз не повезло. Победу одержала красноярская команда «Тотем», она же представит Сибирь на третьем этапе соревнований в Сочи в двух возрастных категориях. Были эмоции вообще, когда мы проигрывали и как-то старались отыграться. Меня просто бомбило. Настоящая мужская борьба, страсти на поле и даже слезы стоили того, чтобы теперь отправиться в Сочи на финальный турнир, где и будет разыгран кубок «Будущее зависит от тебя». Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Жителям края стала доступна кредитная карта, по которой можно получать кэшбэк до 10%. При этом обладатель карты сам решает, за что банк будет возвращать деньги – походы в кино, услуги такси, ЖКХ или покупки в магазинах. Карта – друг человека. По данным Национального бюро кредитных историй, кредитные карты в начале этого года вновь оказались среди лидеров банковских продуктов. Почему? Спросим у потребителей. Мне очень удобно пользоваться кредитной картой, так как у нее есть льготный период, благодаря которому я не переплачиваю проценты. Также при оплате товаров и услуг я получаю кэшбэк, что выгодно для меня. Подобные бонусы играют немалую роль при выборе кредитного продукта. С этим согласны и аналитики, и работники банковской сферы. Карта кэшбэк от Банка Восточной стала лучшей по версии сервиса «Выбери.ру» в 2018 году. Этому способствовали как существенный лимит до 400 тысяч рублей, так и возможность для клиента самому выбрать, исходя из своих предпочтений, по какой из пяти категорий будут возвращаться до 10% от потраченных средств. Пластиковая карта сегодня есть практически в каждом кошельке, но лишь немногие дают своему владельцу свободу выбора. Карта кэшбэк от Банка Восточной как раз из таких. Ну а далее о погоде. Спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Все новости к этому часу. Звоните к нам в редакцию 722-440. До встречи в 19.30.